Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Анастасия Мелешкевич и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. И с граблями, лопатами и с оптимизмом и энтузиазмом на Брещене прошел республиканский субботник. Участие в нем приняли порядка 500 тысяч жителей области. В целом регион заработал около полутора миллионов рублей. 50% собранных средств будет направлено Брестскому облсполкому на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Главное не количество, а качество в работе идеологической вертикали. Основной постой выступления главы администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко в городе Жабенко в рамках рабочей поездки. Как правильно организовать работу предприятия, чтобы оно приносило доход? Или все о цветочном бизнесе предприятия «Версилия», которое на рынке уже более 25 лет? Смотрите, любуйтесь и восхищайтесь. В Бресте выбрали королеву весны 2023. В эфире программа «Итоги недели». Говорим о главном. Сегодня Брест присоединился к проведению общереспубликанского субботника. Всего в регионе в трудовую акцию включились около 500 тысяч участников. Сделать свой город, свою область чище и уютнее. Такую задачу поставили себе сегодня жители Брещины. В Бресте бок у бок трудились чиновники и горожане. Молодежь и представители элегантного возраста, военные и врачи. Студенты, педагоги. Приводя в порядок парки, акватории рек, крепость. В трудовом десанте 100 тысяч жителей областного центра. Это те люди, кто понимает. От усилий каждого зависит конечный результат. Съемочные группы нашего канала также трудились, не покладая микрофонов и телекамер. Мы постарались объять необъятное. Думаем, что это у нас получилось. Итак, о субботнике и эмоциях его участников прямо сейчас. В тихом и спокойном парке воинов и интернационалистов это утро шумно и многолюдно. Но его лесным обитателям, белкам и пернатым не стоит опасаться. Ведь 22 апреля проходит республиканский субботник, участие в котором принимает вся страна. Ну а первый регион всегда впереди. Сегодня Брещено традиционно порядка 500 тысяч человек отрабатывает у нас на субботнике. И прошлый год такая же цифра, чуть больше, чуть меньше. Сумма, наверное, сформируется порядка полтора миллиона. Мы как-то традиционно по процентов 5-7 увеличиваем наши отчисления на субботник. Ну и самое приятное то, что часть вот этих денег субботника всегда такой вопрос, а куда пойдут эти деньги. Подписано распоряжение премьер-министра, то, что половина средств от субботника, которые сегодня вся страна работает, это наш молодежно-патриотический центр, это Коплинское укрепление, расширение нашей, так сказать, того начала, где наши детки сегодня порядка 40 человек углогодично обучаются и воспитываются в духе политики нашей Беларуси, мира, добра, созидания. Мы будем начинать там нашу большую стройку страны, молодежную стройку. И вот это, я так полагаю, порядка где-то, наверное, 8 миллионов. На первые работы, которые сегодня необходимы на проектирование, на изыскательные работы уже начнутся. Готовится определенный документ, который нам сегодня позволит параллельно проектировать и строить. Я думаю, что конец октября, начало ноября мы вступим уже в стройку. А для того, чтобы сделать лучшее и красивее место, где мы живем, ждать не нужно. Весна – время благоустройства и генеральной уборки. Это золотое правило, которое распространяется на все районы и территории города над Бугом. По городу сегодня определены места, знаковые места. Это не только парк воинов-интернациалистов, где была начата работа, но, безусловно, Брестская крепость. Это работы по наведению порядка к территориям, которые примыкают к пляжам. Там тоже сегодня требуют наведения порядка. Одно из, так скажем, выездных и злаковых мест сегодня – Красный двор. Естественно, по городу сегодня мы видим много людей, которые не безучастны, с интересом наводят просто вокруг своих жилых домов порядок, на улицах города, работают коммунальные службы. И основные магистрали, которые по городу, в принципе, они так неплохо выглядят, сакцентировали свое внимание на тех местах, где не доходит глаз, на окраинах. Планируется, что на территории города в субботнике будут задействованы порядка 100 тысяч человек. В Московском районе, самом большом в области, локаций много, все предели. В Московском районе сегодня работают в четвертом форту, работает Центр по обслуживанию бюджетных организаций, работает на улице Априкосовой, где были самовольные устроены огороды, которые демонтированы, сейчас происходит уборка мусора, работают военнослужащие Брестского гарнизона, Барсэм, работают в долгах нового канала, в сквере на Волгоградской, в угол Волгоградской Октябрьской революции, работает форт Дубинники, то есть очень много ЖЭС, работают у всех во дворах, у нас на территории Московского района 8 ЖЭСов, и каждый там тоже выборный двор, который ведется работой по его благоустройству. Поэтому общая задача – это сегодня массово принять, навести порядок. Порядок на территории парка наводили в этот день около 300 брещан. Сотрудники областного и городского исполнительных комитетов, администрации Московского района, представители природоохраны, налоговой и белгостраха, общественных объединений и организаций города. А предприятие «Витебские ковры», филиал которого находится в Бресте, в благоустройство парка внесло свой вклад не только посильным трудом, но и вполне осязаемым материальным объектом – добротной лавочкой для отдыха. Мы посчитали, скажем так, нужным и приятным принять участие, в том числе в благоустройстве города Бреста, этого прекрасного парка. Помимо установки лавочки, мы, трудовой коллектив «Витебских ковров», в частности филиала «Брестские ковры», помогает в наведении порядка на прилегающей территории. Помимо различных видов работ, которые сложно перевести в цифровые показатели, на территории парка воинов-интернационалистов в этот день было высажено порядка 180-х войных и около 50 лиственных деревьев. А вот на территории Красного двора, излюбленном месте отдыха горожан, от излишней поросли, наоборот, избавлялись. Ведь она не только не давала любоваться живописными видами реки, но и просто мешала пройти. Предприятие наводит санитарную вырубку и очистку прибрежной зоны от зеленых насаждений, от поросли, от ингредиентных деревьев. Убираем старые, сухие поросли, которые не нужны вредить для развития деревьев, и прореживаем кустарники. Нарезанные ветви и деревья предприятиям коммунальным сводятся на пункт, где производится дробление в щепу. Затем эта щепа используется для отопления теплиц коммунальных, которые находятся у нас на Ковальдской улице. На республиканский субботник в Красном дворе вышли порядка трех сотен человек, представители семьи предприятий системы ЖКХ. Благоустройство и наведение порядка – их ежедневная работа. А потому им не надо объяснять, как сделать город чище и красивее. Ранее здесь трудно было отдыхать, трудно было прогуливаться, трудно было вообще созерцать всю красоту нашей природы. Сейчас, после определенных нашего наведения порядка, вы сейчас видите, как стало все красиво, уютно. Можно пройти, можно взглянуть, можно взглянуть на всю красоту нашей природы и окружающей среды. А за такой добросовестный труд участники субботника заслужили поощрение. 38-я бригада и мусороперерабатывающий завод совместными усилиями организовали для них полевую кухню. Сегодня в республиканский субботник люди хорошо постарались, поработали на благо государства, на благо Бреста. За это мы их угостим вкусным обедом солдатским. На обед у нас будет гречневая каша, теплый чай. Даже если за ваш труд не предложат такое угощение, привести наш общий дом Брест в порядок – это благородная миссия, которая по силам абсолютно каждому. И тогда безупречный вид красивых и чистых парков и скверов, лесных и прибрежных территорий, где можно прогуляться и отдохнуть всей семьей, будет радовать глаз круглый год. С каждым днем наш город смотрится все более обновленным. Чистые улицы и проспекты, убранные парки и дворы. А все это благодаря трудолюбивым людям города над Бугом, которые стараются сделать его краше. Ведь всем так хочется, чтобы наш Брест был лучшим и самым чистым. Потому 22 апреля каждый его уголок задышал позитивом и трудолюбием. Сегодня Ленинский район активно участвует в нашем республиканском субботнике. Выходят представители трудовых коллективов, организаций, наше товарищество, собственников, жильцов, гаражные кооперативы, массивы. То есть где-то на данный момент более 5000 человек будет сегодня работать. Но это не разовая акция. У нас идет в городе месячник по благоустройству, то есть ежедневно в разных точках района. Наводим порядок, благоустраиваем. Конечно, это очень важно. Мы хотим жить в чистом городе, комфортном городе. И, безусловно, когда своими руками это будет делаться, будет придаваться этому значению. Традиционный республиканский субботник объединил всех, чтобы навести порядок на общественно значимых объектах. Одним из таких стала территория по улице лейтенанта Рябцева. Именно там создавали экологическую тропу, ведь на календаре весна. И это значит, что на нее совсем скоро пойдут брещания, которым хочется увидеть это место чистым и благоустроенным. Для взрослых или детей это очень важное мероприятие. Как я уже сказала, это объединяет всех нас. Это приобщает нас с трудом. Это возможность и пообщаться, заработать деньги. В частности, в этом году мы знаем, что мы работаем на строительство, зарабатываем деньги на строительство Центра военно-патриотического Брестской крепости. Считаю, что это очень хорошее дело. Любой труд объединяет людей. В частности, в системе образования мы работаем не только в рамках конкретно сегодняшнего дня, 22 апреля. Мы подключились к месячнику по благоустройству и работаем уже на протяжении целого месяца. И вообще работаем в течение всего года. Поддерживаем наше учреждение образования. Благоустраиваем, высаживаем цветы. Осенью досматриваем постоянно. В этот раз мы работаем сегодня в рамках субботника. Аппарат управления администрацией работает здесь, на лейтенанта Рябцева. Вот так слаженно, мощно и сильно проходит совместная работа всех организаций. И неудивительно, что по итогам 2022 года Бреста и Ленинский район Бреста занесены на республиканскую доску почета за успехи в социально-экономическом развитии. Соответствующий указ подписан президентом Республики Беларусь. Это очень почетно и очень ответственно, что Ленинский район города Бреста занесен на республиканскую доску почета. Это работа не администрации, это работа всех трудовых коллективов и жителей нашего района. Действительно, за прошлый год, если смотреть результаты, в экспорт у нас превысил 1 миллиард рублей. Такого не было в истории еще. Заработная плата растет очень динамично. Сложив все показатели, в Министерстве экономики было принято решение, и оно, я думаю, действительно правильное, о том, что Ленинский район будет занесен на доску почета, на республиканскую доску почета. Но это налагает ответственность, это серьезная ответственность, к которой мы понимаем, какая планка задана, и мы дальше должны двигаться вперед. Работа кипела и на территории прилегающих православно-святое Рождество Богородицкому женскому монастырю. В намеченный срок здесь уже вовсю трудились представители Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Люди здесь активные и дружные. Они уверены, красота на прилегающей территории зависит от каждого, независимо от того, кто и в какой должность работает. Республиканский субботник сегодня у нас, поэтому Брестский областной центр гипидемиологии, количество 50 человек, и Брестский зональный центр, только в таком же количестве прибыл на Брестскую крепость, чтобы провести субботник, навести порядок в прилегающей территории возле монастыря, потому что тут такие были заросли, проходили даже женщины, говорили спасибо работникам монастыря, что столько лет тут никто не убирал, а тут так навели порядок. Все-таки общий труд – это здорово, а ведь все начинается с малого. Желание облагородить родное сердце уголок и внести свою лепту в большое и нужное дело. Два года назад мы принимали участие в уборке Тришинского кладбища. В этом году у нас коллектив Брестского зонального центра гипидемиологии закрепили за уборку территории Брестской крепости. Чем отличается характер выполняемых работ? Там тоже мы наводили порядок на кладбище, ветки убирали, загребали. Здесь уже с учетом того, что в связи с борьбой по росшей растительности, здесь уже проводим уборку веток, деревьев. На Кобринском укреплении Брестской крепости также прошел массовый субботник. Это то самое место, где со временем будет размещен Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. Это один из главных объектов Республиканского субботника. Сюда будут направлены 50% всех заработанных на субботнике средств. Работа на нашем субботнике республиканском кипит. Выбрали место не случайно. Это патриотический центр. Очень знаковое место для каждого брещанин, для жителей Брестской области и страны в целом. Хочется сказать, что очень много организаций, учреждений откликнулись на эту инициативу. Здесь строятся, конечно, активисты БРСМ, студенты технического вуза, студенты колледжа, первичная реализация Брежевства и сотрудники данного предприятия. Областной военный комиссариат, наше главное управление по образованию сотрудникам, главное управление идеологической работы. Более 200 человек. И на самом деле здесь есть объемы работы, которые нужно выполнить. Очень важно, чтобы было принято решение, что все-таки нашему центру будет дано развитие, и он превратится в центр республиканского значения для детей и молодежи нашей Республики Беларусь, где будут проходить обучение ребята не только из Брестской области, а из всех областей Республики Беларусь. И это важно, почему? Потому что, наверное, гражданско-патриотическому воспитанию, патриотическому воспитанию детей и молодежи сейчас уделяется очень большое значение. Сегодня на субботник к нам приехали ребята из Академии управления при президенте Республики Беларусь. Они изъявили желание поучаствовать вместе с нами в субботнике, который организован здесь у нас на базе нашего центра. И вы знаете, мне важно то, что происходит такой, наверное, взаимообмен. В крепости трудились не только брещане, приятной неожиданностью стал приезд студентов Академии управления при президенте Республики Беларусь. Ребята во главе с ректором с энтузиазмом помогали убираться и делать территорию будущего центра красивой и ухоженной. Сегодня мы здесь, студенты Академии управления, сотрудники Академии управления принимают участие в субботнике по созданию этого центра молодежно-патриотической работы, по расширению его базы. Это тоже для нас принципиальная позиция, потому что мы, как никто, осознаем, вот занимаясь подготовкой управленческой элиты управленческой, как для нашей страны, насколько важно, чтобы наши будущие управленцы, они были именно патриотами. Патриотическая составляющая в системе образования, она обязательно должна присутствовать, и центр позволяет успешно, с нашей точки зрения, реализовывать вот эту составляющую здесь, на этом святом месте. Я не раз участвую в субботниках, уже занимались этим в Минске. Так вышло, что мне нравится история, и выпала возможность посетить Брест, и побыть на территории Брестской крепости. Кроме того, это замечательная возможность для того, чтобы почувствовать командный дух, поработать с ребятами сообща. Когда ты работаешь на благо, ты ощущаешь какую-то привяженность в своей стране, и понимаешь, как это было тяжело в те годы отстаивать свою независимость, свою родину. Сегодня мы побывали в Патриотическом центре, нам провели экскурсию, и я считаю, что это крайне актуальный проект, потому что он, прежде всего, внедряет, погружает нас в историю, объясняет историю, если мы не будем знать историю, у нас не будет будущего, не сможем построить будущее. Более ста лет проводятся субботники, и это хороший пример работы на общее благо. И такая практика никогда не исчерпает себя. Анастасия Мелешкиевич, Людмила Логодича, Эдуард Бакунович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Накануне состоялась рабочая поездка главы администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко в город Жабинку. В современном населенном пункте в городе-спутнике Бреста есть что показать и есть на что посмотреть. Поэтому поездка получилась достаточно емкой, и что главное – продуктивной. Все подробности у нашего корреспондента Людмила Логодич. Встреча с сотрудниками прокуратуры, посвященная расследованию фактов геноцидов в годы Великой Отечественной войны, тематические выставки и первый в регионе конкурс буктрейлеров в рамках года исторической памяти. Все это лишь часть разноплановой работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, которая проводится на базе средней школы номер один города Жабинки. В преддверии праздника Великой Победы и ее учащиеся встречали главу администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко и губернатора области Юрия Шулейко композицией на тему военного прошлого страны и ценностей мира. Мы новое поколение обязаны знать и изучать историю своей страны, своего города, своего народа и также должны знать трагическую, героическую правду о прошлом. Чтобы ученики и учащиеся разных школ, лицея нашего, чтобы не забыли то, что происходило во время Великой Отечественной войны. Позже присутствующие стали свидетелями торжественного и волнительного события. 11 учащихся учреждений образования Жабинки вступили в ряды самой массовой молодежной организации страны Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Игорь Сергеенко вручил каждому из ребят членские билеты, поздравил и произнес напутственные слова. Это торжественное мероприятие, посвященное вступлению группой ребят нашей школы РБСМ, проходит как раз в преддверии великого праздника советского народа нашей страны для победы. И просто здорово понимать и осознавать, что у вас в районе, у вас в школе чтятся традиции, которые сформированы десятилетиями предшествующих поколений. Мы помним о том подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны. Я бы хотел пожелать, опираясь на эту поддержку, поддержку школы, ваших родных и близких, выбрать свой достойный жизненный путь. Мы его донести, вот это вот звание члена БРСМ. Очень приятно, что билет вручал лично глава администрации президента. В рядах БРСМ мы ухаживаем за могилами ветеранов, ухаживаем за памятниками, которые находятся в нашем городе. Я очень хочу, чтобы эта работа продолжалась, чтобы мы участвовали в различных акциях, связанных с патриотизмом. Также не забывали про ветеранов. Праздновали каждый день Победы, и чтобы мы жили над мирным небом. Затем учащиеся провели для почетных гостей экскурсию в школьном музее, посвященном Великой Отечественной войне, истории, края и его современности. Гаврилов Петр Михайлович. Внучка Зубащева работает учителем в нашей школе и принимала участие в реконструкции школьного музея. Экскурсия получилась интересной и содержательной. А своими впечатлениями от посещения экспозиции Игорь Сергеенко поделился в книге посетителей. Наш музей был открыт в 1956 году. В 2021 году началась реконструкция, и вот 6 мая прошлого, 2002 года, он открылся. За это время здесь побывало очень много учащихся, провелось около 90 экскурсий. Всем очень нравится, все интересуются нашим родным краем, все интересуются Великой Отечественной войной, также интересуются темой геноцида белорусского народа. Я очень горжусь, что именно я являюсь экскурсоводом нашего музея, и я очень также рада, что могу прикоснуться к истории нашего края. Рассказ об истории края продолжился в Жабенковском райисполкоме. Здесь ребята из БРСМ рассказали об участии в студотрядовском движении и презентовали свои проекты, представленные на конкурсе «100 идей для Беларуси». В нашем городе есть несколько городообразующих предприятий, таких как компикормовый и сахарный завод, и с целью их популяризации и развития промышленного туризма я создала свой проект, который называется «Пряник для моего города». Затем началось заседание райисполкома, где говорили о ключевых направлениях молодежной политики в районе, проектах и мероприятиях, которые удалось реализовать в год исторической памяти и предстоит воплотить в будущее. «Главное во всём этом не количество мероприятий, а качество. Поэтому это ещё раз подтверждает тот потенциал, там, где есть инициативные творческие люди, которые могут придумать молодежную работу, они способны повисеть за собой и улечить молодежь». О том, что качеству идеологической работы должна уделяться особая роль на всех уровнях, основная ответственность лежит на плечах руководителей, говорил на заседании глава области Юрий Шулейко. «Сегодня на доле руководителя ложится одна из основных ответственностей именно видеть своих подчинённых, как они живут, чем они в мозгах живут, в принципе. Поэтому вот эту часть сегодня, составляющая идеологического связи, это уже и областная задача, и районная, в том числе надо её чётко чувствовать». Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь учреждён указом президента Республики Беларусь номер 222 от 22 апреля 2013 года. Основная цель ведомства – это улучшение обеспечения независимости экспертной деятельности, повышение её эффективности. Структура объединила в себе широкую базу Государственной службы медицинских судебных экспертиз, экспертных подразделений, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, вооружённых сил и экспертных подразделений Министерства юстиции Республики Беларусь. Достойное место в структуре ведомства занимает управление Побрестской области. Сегодня ведомство отмечает свой 10-летний юбилей. Наши корреспонденты продолжат тему. Реализация единой государственной политики в сфере осуществления судебно-экспертной деятельности, внедрение в практику достижений науки и техники, подготовка и повышение квалификации экспертов, организация международного сотрудничества – это лишь часть основных задач Государственного комитета судебных экспертиз. Достойное место в структуре ведомства занимает управление Побрестской области. За эти 10 лет сделано очень много. Как показала практика, что принятое главой государством решение о создании Государственного комитета и объединении всех экспертных ведомств в единое – это правильно выберенное решение. На сегодняшний день эксперты управления Побрестской области за 10 лет выполнили порядка более 235 тысяч экспертиз и исследований. приняли участие порядка 92 тысяч в осмотрах мест происшествий, 92 тысяч раз принимали участие. Значит, мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, внедряем различного вида экспертизы на базе нашего управления, улучшили материально-техническую базу как управление. В преддверии праздника представители ведомства провели множество разноплановых мероприятий. Это велопробег, судебные эксперты рулят. Около 70 представителей комитета и членов их семей проехали символическую дистанцию в 10 километров по маршруту Брестская крепость, музей 5-й форт. Коллектив управления вместе с учащимися профильного 10-го А-класса средней школы номер 5 присоединился к республиканской добровольной акции «Неделя леса». Они высадили в парке тысячелетия города Бреста аллею ЛИП, открыли именной фонарь ведомства на Брестской аллее фонарей. Участие мероприятия приняли заместитель председателя Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Александр Лашин и председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Александр Лашин отметил, что за время существования службы она значительно модернизировалась, но самый главный капитал ведомства – его сотрудники. У нас работают самые квалифицированные эксперты. На сегодня на имеющуюся вакансию мы всегда имеем несколько кандидатов. И у нас есть возможность выбора наиболее лучших. В Брестском управлении до 31 года работает более 20% сотрудников. Молодежь с удовольствием идет к нам, несмотря на то, что, как я уже говорил, учащимся пятой школы нашего специализированного класса, работа эксперта, она, во-первых, требует терпеливости. Она не терпит суеты. И вы знаете, приходится работать не всегда в лабораториях. Это выезды на места происшествий, это и погодные условия. Поэтому, несмотря на то, что работа трудная, она очень интересная. К нам с удовольствием идет молодежь, и Брестское управление у нас всегда в передовиках. Это 43-й объект. Вы видите, он для нас знаковый, в какой части. В первую очередь, понимая, что Государственный комитет судебных экспертиз это тот залог независимости, объективности. Поэтому это как продолжение тех традиций, которые мы сегодня заложили. Естественно, что если для города это будет краше и лучше, то мы будем идти на то, чтобы эти арт-объекты на улице Гоголя имели свое законное место. Почетное право зажечь свет новой инсталляции у Брестского фонарщика Виктора Кирисюка. Арт-объект олицетворяет собой большую спираль ДНК, на которой изображен известный герой советского мультфильма «По следам бременских музыкантов». Также в инсталляции и характерные атрибуты работы сыщика – лупа, фотоаппарат и микроскоп. На сегодняшний момент создана хорошая, отличная материально-техническая база. Работают умные, молодые, грамотные специалисты, что на сегодняшний день позволяет более качественно участвовать в раскрытии и расследовании преступлений. Мы начинали с простого фотоаппарата типа «Зенит», ну а потом постепенно шла компьютеризация. Постепенно дополнительно вводились какие-то криминалистические учеты, что способствовало, тоже все способствовало раскрытию преступлений. Как в прошлых лет, так и, скажем так, по горячим седам. Программу празднования продолжили торжественные мероприятия в Брестском областном общественно-культурном центре. Затем, как работают и над чем трудятся представители ведомства, можно было познакомиться во время мобильной экспозиции. Специалисты структуры рассказывали о рабочих будних сотрудников. Здесь и дактилоскопия, и проведение экспертиз при пожарах, высокотехнологические экспертизы с мультимедиа оборудованием. Это рабочие инструменты специалистов криминалистической службы. На сегодняшний день этот чемодан, он сформирован уже исходя из такого опыта работы специалистов на местах происшествия. Здесь именно эксперт-специалист-криминалист, который выезжает и изымает криминалистические следы, ну и в том числе следы, предметы, на которых могут находиться следы биологического происхождения. Эксперт-криминалист обладает теми знаниями, которые позволяют ему качественно изъять объекты и следы, чтобы в последующем по ним провести судебно-генетический либо биологический экспертиз. В торжественной атмосфере специалистам Управления Государственного комитета судебных экспертиз вручают награды и благодарности, как отличная оценка их труда и работы, а также творческий подарок. Десять лет – это только начало формирования. У нас все еще впереди. Управление криминалистической учетов, которое я возглавляю, решает задачи в спере судебно-экспертной деятельности в рамках сопровождения, раскрытия и расследования преступлений. Работой своей дорожу, горжусь. Мы стоим на страже закона, порядка. И считаю, что реализация государственной политики в сфере судебно-экспертной деятельности, как одна из наших основных функций, в полном объеме реализуется на территории Брещена. Сотрудники ведомства отмечают, что 10 лет – это достойный путь, и вместе с тем это время зарождения и развития структуры. Все для того, чтобы исполнять свою работу добросовестно и качественно. А сейчас о других событиях. День рождения, 8 марта, юбилей и просто без повода. Цветы – это то, что придает особое настроение не только любому празднику, но и будням. На тем, чтобы мы могли дарить запоминающиеся эмоции и воспоминания, работает большая команда. Наш корреспондент Евгения Мороз узнала путь, который проходят цветы от теплиц до прилавков магазинов и покупателей. Подробности в следующем материале выпуска. В светлые просторные цеплицы здесь выращивается королева цветов – роза. В розарии 25 сортов. Превалирующее большинство – так называемые сольные, но значительная часть – кустовых. К каждому цветку особое внимание, так как именно от проработанной технологии напрямую зависит результат. Свой температурный режим, так как цветы любят тепло. Роза выращивается гидропонным методом без использования грунта, где питательный раствор зависит от фазы роста и развития цветка. Используется компьютерная технология для регулирования влажности, температуры, подачи удобрений, а также биологический метод защиты растений, что делает производство более экологичным. И капельный полив, когда жидкость адресно доставляется каждому цветку. Так как мы работаем в теплицах, крытых, температура воздуха у нас варьирует от 22 градусов где-то и до 35 градусов. Температурный режим высокий, соответственно, в зависимости от этого и устанавливаем частоту полива. Полив у нас осуществляется капельным методом, то есть у нас к каждому кусту подведена капельница и с помощью компьютера подается питательный раствор в каждый кубик. После того, как розы крепнут и будут готовы, их срезают. Подсчитано, что за сезон может происходить от 5 до 6 срезок. После цветы собирают и транспортируют к месту сортировки, а также фасуют на хранение специальную холодильную камеру. Для того, чтобы роза чувствовала себя комфортно, оптимальная температура должна быть прохладной. Вместе с тем на предприятии активно выращивают и горшочные растения – бегония, петуния, сурфиния и пеларгонии. В этом году решили поэкспериментировать и начать выращивать гортензию. Высадили 12 сортов. Очень понравилась нам технология выращивания. Хотим попробовать что-то новое и провести свой эксперимент. Потому что растение интересно по своей технологии выращивания. От питания зависит цвет растения, от кислотности почвенного раствора. И цвет изменяется в зависимости от того, почвенный раствор кислый, слабокислый или нейтральный. И цвет варьирует от голубого до розового на одном растении. Это одна из двух теплиц Версилии. Предприятие имеет более чем 25-летнюю историю и начинало свою работу с нескольких торговых точек. В летний период продаем свою розу, свою продукцию, стараемся по максимуму импорта заместить. В зимний мы закупаем розу на аукционе в Голландии, поставляем ее сюда, продаем. В сезон всегда наша роза есть, пользуется спросом. Также поставляем в Минск ее, занимаемся оптом, работаем с юрлицами. В летний период выращиваются розы и сезонные однолетники, в зимние тюльпаны, гиацинты, крокусы и примулы. При этом есть планы и на масштабирование предприятия. В планах выращивать розу круглый год, не только сезонно, чтобы в зимний период мы тоже могли рассчитывать на свои силы, на свою розу. Конечно, она по качеству лучше, чем голландская. Она не переживает долгую транспортировку, только срезали. А период охлаждения у нас в холодильниках и дальше на продажу – это большой плюс. После совершения такого пути цветы привозят в магазины города. В сети предприятия – 17 торговых объектов, в том числе крупных цветочных магазинов. Цвет цветы, который не выращивается в теплицах, поставляется из Европы. Самые популярные монобукеты или настоящие цветочные композиции. Над ними трудятся флористы. При этом для того, чтобы скомпанировать различные цвета, необходимо учитывать законы гармонии и цветовую гамму. Вот, к примеру, в этом букете отлично соседствуют розы-гвоздики Эльстримерии. Вообще идут и розы, и сборные букеты. На юбилеи какие-то еще что-то берут такие и для молодых девушек, как правило, берут в основном сборные букеты. Что-то более официальное – это берут розы. Так что и то, и то пользуются популярностью. В зависимости от пожеланий клиента, то есть в зависимости от суммы, от пожеланий, то есть если хотят розы, добавляем розы, если хотят больше экзотики, экзотики, пышные, не пышные. То есть все мы спрашиваем у клиента и формируем, как предпочитает человек. Есть и свои особые рекомендации для клиентов, для того, чтобы цветы еще дольше и больше радовали тех, кому адресованы. Это обязательная подрезка растений каждый день, а также замена воды на новую, для того, чтобы красота длилась как можно дольше. Евгения Мороз, Александр Воронин, Юрий Лемонтович. Специально для итоговой программы. С наступлением весны в наш город приходит конкурс красоты и грации «Мисс Весна». Стоит отметить, что подобное мероприятие является в своем роде уникальным, так как проводится исключительно в Брестском регионе. Это значит, что его областной этап является финалом, на котором самая достойная участница получает корону и титул победительницы. За право стать королевой весны 2023 сражались 10 юных представительниц прекрасного пола. А наши телекамеры запечатлели красоту и грацию каждой. Для вас, дорогие телезрители, смотрите, любуйтесь и восхищайтесь красавицами Брещины. С приходом юной и свежей весны в наш город вновь пришел самый яркий и долгожданный конкурс красоты и грации «Мисс Весна-2023». Участницы финала приехали в Брест за три дня до начала мероприятия. Организаторы создали им все условия для того, чтобы каждая смогла отточить дефиле и довести свои выступления до совершенства. Я уверен, что мы все-таки добьемся нашей областной организации, чтобы этот конкурс был и на республике, потому что действительно охват молодежи довольно-таки большой, объясню почему. Например, в номинации «Мисс Онлайн» приняло участие столько количества жителей Брестской области, я думаю, не только, потому что любой пост, касающий девчонки, в телеграм-канале БРСМ «Брест» просматривало более 20 тысяч просмотров. Поэтому говорит о том, что этот конкурс действительно популярен, и я уверен и надеюсь, что мы действительно изберем самую красивую, самую умную, самую грациозную, талантливую девчонку. А выбрать было из кого? Ведь конкурс вызвал настоящий ажиотаж среди представителей с прекрасного пола. По результатам региональных отборов заявки поступили от более чем 150 претенденток. Из их числа в финал было выбрано лишь 10 самых достойных, ярких, красивых и талантливых. Уже праздник быть здесь, уже стать участницей, уже надеть на себя наряд, платье, вот эта вся подготовка, это очень атмосферно, очень приятно. Я считаю, что победительница должна быть не только красивой, но еще и умной, ответственной. Привлекать не только своей внешностью, но и душой, своей речью, своим творческим номером в нашем случае. Я считаю, что победительница, это в первую очередь та девочка, которая способна показать себя со всех сторон. Безусловно, победить хочет каждая участница. А я хочу достойно представить свой город на этом конкурсе. Хочу показать себя с разных сторон. Мне очень нравятся дефиле, особенно в вечерних платьях. И мне очень нравится творческий конкурс, потому что там я могу показать себя в вокале, в своих способностях. Участницам предстояло продемонстрировать свою исключительность, красоту и активную гражданскую позицию. А для этого пройти пять конкурсных испытаний. Я обожаю ходить по сцене, дефиле. А волнительно интеллектуальный конкурс. Потому что ты не знаешь, с какой вопрос тебе выпадет. И я вообще на сцене раньше никогда не выступала. Именно с речью. Я танцевала, пела, но с речью никогда. Для меня было волнутое, я начала забывать. У меня были мысли, но они начинали путаться. И в этом плане у меня дебют сегодня. Я немножко волнуюсь, но так в целом все прекрасно. Победить хочется очень сильно. Участвую, потому что всегда хотела еще с маленького. Всегда видела девочек, которые в красивых платьях ходят. И мне тоже захотелось прям очень сильно. Я думаю, что сегодня вложила душу во все номера. Но моей изюминкой был мой творческий номер. Гимнастика. У меня очень идет большая отдача из зала. Там сидят мои любимые одноклассники. Они за меня болеют, они за меня переживают. Атмосфера самого конкурса мне очень нравится. Потому что все такие зажигательные. Девочки очень хорошие. Каждая из девушек должна была проявить свои таланты в творческом этапе. Продемонстрировать умение грамотно и красиво выражать свои мысли в ораторском искусстве. Блеснуть умом и эрудицией в Блиц-турнире. Но самым женственным и притягательным моментом шоу по традиции является дефиле в вечерних платьях. Каждой из десяти финалисток была присвоена отдельная номинация. А победительницей стала прекрасная брещанка Екатерина Романюк. Артистичная Милена Юрчик из города Барановичи удостоилась титула первой вице-мисс. А гибкая и пластичная Руфина Лихван из Кобрина стала второй. Но главное, что этот день запомнится надолго. Ведь он подарил не только красоту, но принес с собой праздник и много ярких положительных эмоций. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события. Какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Но мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бук-ТВ. Я Анастасия Милишкевич. Говорю вам до встречи и как всегда. Желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин